И не сидела. Мы работали. Возбуждали уголовные дела. И первое уголовное дело, которое было возбуждено в начале декабря 2013 года по факту государственного переворота и попытки захватить государственную власть. Вот это уголовное дело по сей день где-то в шкафчиках валяется. А вы, как гражданин Украины и как очередной кандидат, наверное, на какую-то должность, даже не знаете, что это уголовное производство где-то есть. И Владимир Александрович молчит. А где оно? Куда оно? Запропастилось. Уголовное дело по госперевороту. А знаете, сколько мы трупов привезли в Крым? Наших сотрудников в Беркут, а знаете? Там, когда пустили нахсутку. А, да. Я крымчанка. Мы защитили свою родину. Не с вами нацистами. Есть крымские татары, есть украинцы, есть русские. А где вы-то, Крым, что это за народ? Прокурорская крымская? А вот смотрите, интересно. А вы пойдите им это скажите. Скажем. Поехали, поехали. Я вас привезу. У вас немножечко забздит. Не-не, мы уже имеем армию, которой можем говорить. Вы вашу армию имеете, чтобы аккуратно дойти до Крыма и сдаться в Крым. Где могилы ваших предков? Постоянно. Где могилы ваших предков? Да вы не съезжайте на могилы предков. Мы сейчас до этого отойдем. А я вам могу сказать, где могилы моих шестерых. Где? Ваша бандеровская сволочь их живыми во время войны закопала. Поэтому пока вы будете говорить, что у вас герой Бандера и Шухевич, я вас буду до последнего момента пока дышу рвать. Потому что для меня Великая Отечественная война не закончена. Не было Бандера как явление. По вашей украинской земле топлива. Это самопридуманный бренд, который завязан в обществе. Его не было такого человека. Шухевича не было? Шухевич был. Кем был? Не было. Кем был Шухевич? С 43-го года узнал Ля Лупа. Кем был Шухевич? Главнокомандующий Лупа. Кем был Шухевич? Главнокомандующий Лупа. А до этого кем был? Откуда я знаю? Знаешь, что он был главнокомандующий Лупа. Что-то, Роман Шухевич. Это он обещал. Роман Закевич в какой армии служил? Украины тогда не было как государство. Хватит врать! Поэтому не было армии, не было заводов, и не было ничего. Скажи правду, в каком звании был Шухевич в СС? Забыл? В СС он не был. Историю. Он был в Ногтегале. А это не СС. А Ногтегаль, это что? Это какой-то там батальон. Батальон. Чего? Какий поезд? Откуда я знаю? Ногтегал. Откуда знаешь, идиот? Слушайте, а как... Ну ты что говоришь? Может быть, Александр, вы ответите? Нет, вот Сергей Ирванович как раз мудрый человек. А если вы лжёте настолько, что здесь полный, тот не полный, то просто... Ну, 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 Ногтегаль, это батальон чего-то, как суши. Откройте и посмотрите, чтобы знать, как и вся ваша армия, убийц, палачей, антисемитов. А вот это враньё. Что враньё? Потому что в УПА, вся медицинская служба была... Да потому что вы были такие тупые, что у вас не было своих врачей. Поэтому вы брали евреев, принуждали. Потому что все народы были в УПА, которые защищали ту территорию, которые жили. Ты читал, что говорил Твой Шухевич про евреев? Тебе напомнить про еврейский погром во Львове? И личное участие Шухевича и его собак? Покажите. Не читал, не видел. Потому что этого не было. Ну, дождитесь, дождитесь, Яков Ильич, вы получите по полной программе. Не было. И не говори мне, что у тебя есть хоть капли еврейской крови. У меня бабушка... Я тебе вот что скажу, я тебе вот что скажу, я тебе вот что скажу. Я тебе вот что скажу, и смотри мне в глаза. Ты предатель моего, надо. Шесть миллионов уничтоженных евреев. Ты предал их память. Не правда. Не смей своим грязным языком говорить про евреи. И не надо монополизировать женщину. Только они погибли за кого? Двадцать миллионов русских. За кого они выехали? Вы о них слова сказали? Ой, я сказал много слов. А это потому, что у вас был резинтал. Я сказал много слов. А украинцев и у русских не было своих резинталей, которые были бы местили за эти смерти людей. А их убил-то кто? Твои упал, стреляли. Не нацисты, которые пришли на нашу землю. Кто воевал за Гитлера? Кто его? Твой Ноктенгаль. За был? Двадцать девятая девиза СССР русская. Признана преступниками. Признана преступниками. Какова судьба Власова? Какова судьба? Армия Власова. Какова судьба? Какова судьба Власова? Вся красная армия. Лучше меня здесь. Двадцать тысяч верных все были. Упал ли тебя кто? Упа? Деникин. Территория. Говори для меня прямо. Не надо. Отвечай. Упал ли тебя кто? Отряды самообороны, которые защищали украинские села против той армии, Которую мы совместно... Какой? Мы разодрали поищу. Какой армии? Армия Кривова и армия Людова, которые разградили в поселах Украины и грабили. Значит так, ну вообще-то не знаю. Значит, общенщина, я тебе тебе расскажу историю. Расскажу историю. Давай я тебе расскажу. По поселуах. Кто убил освободителей Киева? Кто убил генерала советской армии, освободителей Киева? Вы сейчас... Кто убил Ватутина? Ватутина. Кто освободил его от нацистов? Сейчас скажу. УПА Юг отправила защищать украинцев. Еще раз спрашиваю, кто убил освободителей Киева? Я сейчас вам рассказываю. Фамилию ты не знаешь. Два эсэсовских батальона на Донбассе украинских женщин. Еще раз я тебя спрашиваю. УПА отправила батальоны спасать украинцев на Донбассе. Ты это сейчас кому расскажешь? Именно эта походная команда, именно походная команда встретила случайно два автомобиля. Значит так, безумие. Значит безумие. Назови мне хоть один источник. Это просто пора. Источник хоть один назови. Назови мне сколько нацистов погибло от рук у... Назови мне хоть одно сражение УПА против нацистов. Назови мне каким оружием воевала УПА. До 43-го года НКВД поставляло все оружие УПА. Бульба-Боровец получал от 43 года постройки УПА. И Майдан мы сделали, и УПА мы сделали. Какое оружие? Амунициал. Какое оружие? Какие? Автоматы. На вооружение УПА. Нет, все что давали, то и брали. Кто давал? НКВД давала. Я назову фамилии. Назову. Назовусь. И источник приведи. Еще раз. Источник приведи. Украинцы не имели тогда на Западной Украине и в Украине заводом по производству неоружия. Источник информации приведи. Поэтому получали оружие. Источник информации всего этого бреда наглого. Это не бред. Я вам в следующий раз покажу пофамильно. Источник приведения. И этого майора с НКВД, который был отвечал за связь с Лебедем. Я тебе еще раз спрашиваю. Исторический источник какой? Откуда ты взял этот бред? Можно вмешаться. Это не этот. Откуда ты взял? С прессы. Назови мне. Соборные прессы в Украине. Слушай, один у тебя дурак, бывший президент, привел источник, что у него встречался Гитлер со Сталиным. Потом выяснилось, Владимир Владимирович узнал источник. Назови мне источник этого бреда. А вот теперь я тебе расскажу правду. Вы не связывайте. А вот теперь я тебе расскажу правду о войне. 27 миллионов моих, не твоих соотечественников. Моих. Нет, ты там не при чем. Не надо моих дедов, которые были в Красной Армии. Твои деды, ты их следал. Нет, вы нас следали. В какой армии был твой дед? Ударил в спину. В какой армии был твой дед? Захватив Крым. В какой армии был твой дед? Вы поступили по деду. Твой дед в какой был армии? В Красной Твоей Деда был. А ты, гад, в руки, против какой армии стоял? Ты когда пошел за руку, он был против какой армии? Он был против Советской Армии. Он не был против Советской Армии. Потому что националисты всегда были против Красной Армии. Украинский националист. Как понятие, вышел. Как следствие от польского шовинизма. Вот теперь я тебе расскажу. Сочистная функция была. Теперь я тебе расскажу. Вы. Не было в Киеве национализма. Это сих пор нет. Вы и сволочи. О, конечно. Вы воевали в СС. Вы же Нахтингаль входил в структуру СС. Что бы ты знал дальше? Вы виновны в смерти поляков, евреев, русских, гигантского количества украинцев. Вы не делаете с нас виноваты с граждан Украины. Вы. А это не правильно. Это не граждане Украины. Мы 9 миллионов украинцев погибло. Не смей трогать память. Крым, кстати, бедах. Не смей трогать их память. Так же. Ты упырь, нацистский. Не надо говорить гадости. Шел вон. Шел отсюда вон. Сорвался и вон отсюда. Еще раз говорю. Украинцы не воевали. Охрана, выведите эту нацистскую мразь и отдайте ее на расстрел войскам НКВД. Вы вряд ли это делаете, потому что вы выступили. Вон отсюда. Охрана, уберите. Украинцы защищали себя. Уберите отсюда нацистскую мразь. Я не хочу марать свои руки об этом. Шел вон отсюда мразь нацистская. 9 миллионов героев украинцев, которые отдали свою жизнь, и ты их предал. Шел вон отсюда. Они были великие сыны советского народа. Они спасли мой народ, еврейский народ. Они спасли русских. Они спасли многие народы, которые были тяны на то, чтобы быть уничтожены. Чтобы здесь эта нацистская сволочь, служившая Януковичу и любой другой власти, этот ворюга смел приезжать и лгать на память великих украинских солдат. 9 миллионов погибло воюя с нацизмом и с их коллаборантами.